как вы думаете за сколько времени можно изучить науку микробиологию за год за полгода за месяц а если за несколько минут популярная микробиология с вами микрос это малый биос это жизнь а логос это учение то есть наука которая изучает мельчайшие организмы микробы впервые микробы увидел с помощью двояко выпуклой линзы антонио левенгук это линза давала увеличение до 300 раз 1676 год медицинская микробиология возникла в 19 веке основоположник французский исследователь луи пастер невидимые они постоянно сопровождают человека вторгаясь его жизнь то как друзья то как враги это микробы они насчитывают миллиарды лет а вирусы практически бессмертные существует классификация микробов первыми на земле возникли эукариоты это ядерные микробы от них взяла начало жизнь более развитых существ к эукариотам относятся простейшие и низшие грибы мы в основном изучаем прокариоты это бактерии это собственно бактерии это актиномицеты которые образуют длинные нити это микоплазмы не имеющие клеточной стенки это рикетсии хламидии которые являются внутриклеточными паразитами медицинская микробиология располагает несколькими методами исследования самый простой ориентировочный это использование различных методов окраски окрашенные препараты рассматриваем в микроскопе световых или в электронных микроскопах универсальный метод окраски носит название метод грамма размеры микроорганизмов малы они измеряются в микро метрах от долей микро метров до нескольких десятков размеры вирусов еще мельче размеры вирусов измеряются в на на метрах наука микробиология изучает как микробы размножаются как они дышат и на каких питательных средах их можно выращивать если это бактерии размножающиеся бинарным делением их можно выращивать на искусственных питательных средах среды бывают простыми и сложными если это вирусы то есть внутри клеточные паразиты то их выращивают внутри клетки хозяина это в организме восприимчивого лабораторного животного в курином эмбрионе и тканевых культурах бактерии как правило выделяют в чистом виде чистая культура бактерий это культура бактерий только одного вида ее можно получить проводя поэтапное исследование которые занимают от трех до пяти дней таким образом выделение чистой культуры это самый важный метод если использовать кожно-аллергические пробы то можно узнать если у пациента аллергия такие кожно-аллергические пробы ставятся при таких заболеваниях как туберкулез бруцеллез туля риме используется метод заражения восприимчивых лабораторных животных метод носит название биологической пробы лабораторное животное белые мыши морские свинки кролики их заражают различными методами если человек перенес какое-то заболевание или был привит то с восьмого дня болезни в его сыворотке крови вырабатываются антитела если взять сыворотку крови то с помощью серо логических реакций сером это сыворотка можно определить содержание антител экспресс методы диагностики это иммуноферментный анализ метод иммунофлюоресценции самые современные методы которые требуют дорогостоящего современного оборудования микробиология изучает лабораторную диагностику множество инфекционных заболеваний это бактериальное заболевание стафилококковое стрептококковое дифтерии туберкулез менингит это заболевание рикетсиозная теология предположим сыпной тивку лихорадка и множество вирусных инфекций вич инфекция заболевание детские корь краснуха паратит и наконец корона вирус для того чтобы предупредить инфекционное заболевание медицинская микробиология располагает целым арсеналом профилактических средств они называются вакцины для того чтобы лечить инфекционное заболевание мы используем иммунобиологические препараты лечебные сыворотки и иммуноглобулины будьте с нами изучайте популярную микробиологию